Сегодня мы расскажем вам об удивительно важном в истории русского интерьера стиле, об ампире. Развитие этого стиля было безусловно связано у нас в стране с творчеством выдающегося итальянского зодчего Карло Росси. Современники называли его первым по вкусу и талантам. К числу его петербургских шедевров относится уникальное здание главного штаба, которое находится на Дворцовой площади. Именно в этом здании помещалась квартира министра иностранных дел, графа Карла Васильевича Ниссель Роуде. А в этой квартире сейчас размещена постоянно действующая экспозиция Эрмитажа, посвященная стилю ампир. Перемены вкуса в убранстве имперьеров произошли в начале 19 века. Именно тогда появившийся при Наполеоне во Франции новый модный стиль ампир завоевал души людей во многих странах Европы, в том числе и в России в результате продолжительной Наполеоновской войны 1812 года. Русские войска во главе с Александром I взяли Париж и в виде трофеев привезли в Россию немало французской мебели целыми обозами. Свидетельством такого удивительного французского вкуса в русском интерьере в начале 19 века является этот бодуар, обставленный сплошь французской мебелью первых лет 1800-х годов. Стоящий за мной туалетный стол выполнен в Париже в 1817 году в мастерской Мартена Гийома Бьене. А прямо над ним зеркало, так называемое, псише. Если говорить о картине, которую вы видите в глубине, то тут знаменитый ампирный портрет графини Апраксиной, очень элегантно одетый и добавляющий шарм в стилистику этого чистого ампирного интерьера. Вся мебель этого бодуара представляет собою гимн любви Франции в России. Если рассмотреть резьбу на креслах и на диванчике, вы сразу найдете лебедя, который был любимым мотивом и символом французской императрицы Жозефины, которую очень почитали в России. Подобные мотивы встречаются и в спальне самой императрицы Жозефины в ее любимом дворце под Парижем, знаменитом Маль-Мизоне. Все стены этого небольшого камерного бодуара, сделанные из фальшивого мрамора, расписаны по эскизам талантливого архитектора Росси. Стиль ампир долго длился в России и в эпоху правления императора Александра Первого победителя до его смерти в 1825 году, и позднее, в годы правления его брата, императора Николая Первого. Свидетельством такой любви россиян к французскому стилю ампир является этот стол, выполненный из уральского малахита. Он отделан золоченой бронзой по рисунку знаменитого французского декоратора Персия, которые вместе со своим напарником Фонтеном стали любимыми декораторами у императорской четы Наполеона Бонапарта и его супруги Жозефины. За мной уже находится еще один памятник ампирного искусства, знаменитый гарнитур, который сделан по рисунку архитектора Михайлова II. Он сделан в 1817 году из золоченого дерева, который имитирует золоченую бронзу. Довольно массивные формы показывают имперскую суть этого военного стиля, родившегося в наполеоновскую эпоху. Ярко представлены мебели эпохи ампира в залах Екатерининского корпуса в Петергофе. С ампирной росписью органично сочетается великолепная мебель из карельской березы с золочеными резными деталями, изготовленная в Петербурге по рисункам архитектора Карла Росси. Этот гарнитур никогда не покидал Петербург. В кабинете Александра Первого бюро знаменитого мебельщика Генриха Гампса. Оно фонировано красным и черным деревом, отделано золоченой бронзой, сукном и кожей. Диван с фигурами сфинксов русской работы. Этот предмет из английского дворца Екатерины Второй, построенного к Варенге и разрушенного во время войны. Придиванный стол тоже работы Генриха Гампса. Он сделан в Петербурге в 800-е и 810-е годы. В так называемой Павловской или угловой малой гостиной представлен гарнитур из Тополя, предположительно по проекту Василия Петровича Стасова, русского архитектора, одного из основоположников русского ампира. Предметы мебели, находящиеся в передней, объединены одним способом отделки. Это французский лак с золочеными рельефными деталями. Произведения разных мастеров первой четверти 19 века, работавших по проектам ведущих архитекторов России. Андрея Воронихина, Карла Росси и Луиджи Русско. Этот удивительный, типично московский стиль интерьера представлен в музее Лермонтова на Малой Молчановке в Москве. Здесь, в отличие от помпезных, петербургских, светских и лощеных интерьеров, вы увидите камерность и уют. Чаще всего русская мебель в эту эпоху, а я говорю о 820-х и 30-х годах, была фонирована красным деревом. Это редкое для России дерево, конечно, было привозным. Оно не растет у нас, а растет в тропиках Центральной и Южной Америки. Представляете, курьез, нет ничего более русского, чем это мягкое, уютное, с гладкими очертаниями полированной мебели, а всю древесину надо было везти из Кубы и Гондураса. И вот англичане начали эту удивительную моду. Стволы этого редкого тогда дерева перевозили сначала в Лондон, а потом переправляли морским путем в Петербург. Из-за того, что эта древесина была в России ценна, русская мебель сильно отличается от западноевропейских образцов одним очень интересным элементом. Как правило, все вещи фонированы. Они сделаны из массива дерева. Именно фонировка красным деревом удешевляла мебель, сделанную чаще всего, например, из липы или из ели. Обратите внимание на мощное пламя. Замечательный рисунок красного дерева, который достигается в том случае, если его шпон был срезан по диагонали, по косой. Если смотреть на русскую мебель этого времени, мы понимаем, что и тенденции моды отражаются во всех предметах для сиденья. Если взять, например, такого рода замечательный маленький стульчик-креслица, вы найдете в нем необычайную ширину. Именно это отражает моду 1830-х годов на более широкие платья. Русская мебель отличается тонкой ручной резьбой, не характерной для западноевропейских предметов и мягкими, овальными, округлыми очертаниями. Бисероплетение было особенно популярным в эту эпоху. Даже сам Михаил Юрьевич Лермонтов вышивал бисером. Многие мужчины баловались этим не случайно. В комнате у бабушки вы найдете здесь и пяльца, и санетку для вызова слуг, вышитую бисером. Или, например, вот этот уютный, замечательный подстаканник, сделанный тоже с большой любовью какой-то, возможно, крепостной или дворянской вышивальщицей. Уютная и камерная малая гостиная в доме Лермонтова на Малой Молчановке находится прямо рядом с шумным и неуютным новым Арбатом. Вся мебель в обстановке этой гостиной выполнена в стиле, так называемом, Жакобба. Французские мебельщики семьи Жакобба работали со средины 18 века. Это была огромная династия. И, естественно, они не творили только в одном стиле. В России же термин Жакобба, естественно, подразумевает мебель красного дерева, обложенную вот такими латунными раскладками с бороздками и полосами, очень характерными для эпохи правления императора Павла I, то есть для периода 1790-х годов. Каждый из нас знает, что император Павел правил слишком мало, чтобы в его эпоху было создано такое количество мебели, которую антиквары России называют Павловским временем. Поэтому неудивительно, что мебель в этом стиле создавалась и много позднее. Стиль Жакобба в русской интерпретации был популярен на протяжении всей первой половины 19-го века, а затем в эпоху Серебряного века началось ее второе рождение. В период мир искусства Ахматовой, Гумилева, Рахманинова и Дягилева видят новый всплеск моды на эту мебель и многие образцы этого типично русского, хотя и с французскими корнями, стиля в мебели стали вновь реставрироваться, а порой и копироваться в новоделах. Неудивительно, что и сегодня в Петербурге работают целые две фабрики, которые изготавляют поддельную мебель в стиле Жакобба, выдавая ее за антиквариат, наводняя ею антикварные рынки обеих наших столиц. Прямо надо мной висит портрет Марии Михайловны Лермонтовой, матери знаменитого поэта, которая здесь в платье эпохи романтизма, отделанная фрезой с, конечно же, завышенной талией, очень узкого силуэта. Рядом портрет бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, очень ампирной и по цвету платья, и, конечно же, по красной шали, в которую она кутается. В ту пору множество мебели делалось просто в усадьбах. И такая усадебная мебель и находится здесь, в этом Зальце, в доме Лермонтова. Кабинет поэта Михаила Юрьевича Лермонтова находится в мезонине, на верхнем этаже. Он залит сейчас солнцем, очень уютен благодаря своим скрипучим полам, кавказскому килиму и мебели, красного дерева, русской работы, типичной для этого периода. Бюро «Цилиндр» по своим формам напоминает предметы XVIII века. Он снабжен небольшими выдвижными ящичками, в которых хранилась переписка, а иногда и секреты своего времени. Отделан бронзой и латунными накладками. Комната обставлена очень уютно, в ней чувствуется мужская нотка. Все предметы очень стильные и характерны для золотого века русского интерьера. Какой была первая треть XIX столетия? Предметы творцовой мебели в частных интерьерах встречаются сейчас довольно редко. Поэтому нам особенно цены те небольшие коллекции русской мебели, которые собраны в доме музея графа Алексея Николаевича Толстого в Москве. У Алексея Толстого было немало художественного вкуса. И все то, что он выбирал себе для быта, было уникально. Это были вещи, которые, конечно же, делали из него в некотором роде историка и внутреннего эмигранта. Живя в Советском Союзе, он был огражден от советской действительности всем этим ворохом удивительных музейных, рафинированных, тонких вещей. Его окружали портреты предков. Масса вещей связаны здесь с эпохой Петра Первого, которому он посвятил немало места в своем творчестве. Много семейных портретов, вещи сделаны из воска, из бронзы и, конечно же, множество книг, что естественно для каждого писателя. Столовая в доме графа Алексея Николаевича Толстого обставлена первоклассной русской мебелью первой половины XIX века. Удивительно, как такая великолепная мебель попала в дом писателя. Пришла она сюда в результате знаменитых дворцовых распродаж, которые проводило советское правительство в конце 1920-х годов, когда множество предметов, составлявшие некогда быт дома Романовых, продавались людям, имевшим средства. И вот эти великолепные стулья, на одном из них я сижу теперь, замечательный канделябр из позолоченной бронзы, работы знаменитого французского бронзовщика Томира, были частью дворцового имущества. Алексей Николаевич Толстой очень любил кресла в форме полубочонка. Вот эти удивительные кресла, а здесь в музее вы найдете немало похожей мебели, относятся, безусловно, к самому началу XIX века. Однако, судя по массиву красного дерева, из которого сделаны эти египетские сфинксы и головы львов, возможно, это и не русская работа, а западноевропейская. Каминный экран в раме красного дерева относится, очевидно, к 1830-м или началу 1840-х годов. Он вышит гарусом на конве с вскраплениями золотого, серебряного или стального бисера. Подобного рода вышитые вещи являются, безусловно, вехой эпохи начала XIX столетия. Проходя сквозь анфиладу корпуса флигеля с казенными квартирами при Мариинской больнице для бедных на Новой Божидомке в Москве, где с двухлетнего возраста жил писатель Фёдор Михайлович Достоевский, мы попадаем в рабочее Зальце, где помещалась также и столовая. Комната обставлена мебелью эпохи детства Достоевского в стиле русского ампира. Французский стиль ампир в России нашел альтернативу. Мебель из другого дерева, которое стало гораздо популярнее, чем красное, которое было в употреблении еще в конце XVIII века. Знаменитый князь Мещерский начал производить мебель, фанированную карельской березой. Исконно русский материал, с которым могла только соперничать мебель волжской березы или тополя, тоже светлого дерева, который часто использовался и в городских, и в усадебных интерьерах той эпохи. Вторая комната казенной квартиры разделена перегородкой. Она одновременно служит и спальней, и гостиной. Хочу вам сказать о том, что синий цвет стен был очень популярен после того, как два французских декоратора, Персье и Фонтен, предложили этот цвет для убранства апартаментов Наполеона. И вот, начиная с 1800-х годов, этот глубокий синий кобальт стал проникать в другие европейские страны и в эпоху Наполеоновских войн достиг и России. На этом фоне удивительно гармонично смотрится и мебель красного дерева, как этот диван, на котором я сижу, так и мебель карельской березы. Однако в эпоху мир искусства в 1910-е годы этот цвет окрестили новым термином. Его назвали «блеу-бенуа» или «синий бенуа». И вот с легкой руки мир искусников интерес к синему цвету вновь пришел в Россию и стал чем-то снобским, очень художественным. Даже спальня у знаменитой белой цыганки Изабелы Юрьевой была выкрашена этим цветом. Я в беседке и ты пришел И был со мной влюбленный, нежный мой Самым старинным в этой коллекции является стул, который находится слева от меня. Его форма ножек, рисунок спинки позволяет нам отнести его к концу 1810-х годов. В семье у Достоевских было семеро детей. Неудивительно, что им приходилось быть очень экономными с местом для жилья. Поэтому эта малюсенькая спальня расположена прямо за перегородкой, отделяющей ее от гостиной. И интересным предметом здесь является эта кровать. Кровать, которую принято называть ладьею. Подобного рода кровати вошли в моду с легкой руки императрицы Франции Жозефиной, которая в своем дворце Мальмезон устроила спальню с подобной кроватью. Ладье были популярны на протяжении всей первой трети XIX века. Эти кровати часто фонировались не только красным деревом, как этот образец рядом со мной, но и порой и карельской березой. Иногда и тополем, что было дешевле, а впоследствии в употребление вошли орех или, например, палисандр, что считалось очень знатным деревом в XIX веке. На протяжении всего XIX века различные художественные стили сменялись в русском интерьере почти со скоростью калейдоскопа. Вслед за ампиром пришедшая эпоха романтизма принесла увлечение неоготикой, а несколько позднее и вторым рококо. Такое направление в интерьере принято сейчас называть стилем историзм. Оно началось во вторую треть XIX века. О нем пойдет речь в нашей следующей серии телепроекта «Анфилада» на канале «Культура». «Культура» 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 Продолжение следует...